Президент Садыр Джапаров на торжестве в честь спасателей МЧС призвал корыстанцев беречь природу нашей Родины. Глава государства отметил, что водолазы уже четвёртый месяц очищают озеро Эссыкуль, в то время как люди, в частности отдыхающие на берегу жемчужины, могут спокойно после себя оставить мусор. Мы часто просим туристов, которые посещают нашу страну, беречь природу Хыргызстана. Но при этом мы своим же примером показываем обратное. Я призываю всех воспитывать друг друга, приучать к порядку, показывая уважительное отношение к окружающей среде, не загрязняя её. Сфера туризма – одна из приоритетных отраслей экономики страны. В этом году, согласно прогнозам, ожидается прибытие 10 миллионов туристов. Глава государства рассказал, что с 12 марта водолазы МЧС сняли около 96 тысяч метров проканьерских сетей и очистили озеро от 6 тонн мусора. Эта работа ещё продолжается. Пластиковые бутылки с песком, битое стекло, рыболовные сети, арматура – это ещё не полный список того, что подняли со дна Эссыкуля. «Пять градусов была вода, сейчас она чуть-чуть прогрелась, и работа всё равно усложняется, потому что очень холодная вода. Человек, даже если в костюме, обмонировании в костюме, больше двух часов в воде находиться уже не сможет, потому что уже холодно, даёт влияние на здоровье. И при подъёме мусора, не только мусора, там и рыболовные сети тоже попадались, когда кого-то искали или чистили, приходится вытаскивать. Но вытаскивать тоже очень труднее, чем на суше, потому что его нужно складывать в мешки и поднимать эту же тяжесть под водой. Кажется, что под водой легче, но не так». Мусор оседает на дне озера, поэтому так важно сохранять чистоту побережья и убирать за собой после отдыха. Экологи говорят, что окружающая среда будет кристально чистой лишь тогда, когда люди сами станут бережно относиться к природе. «У нас есть круговорот воды, состав воды, и вот эти свойства, они имеют способность самоочищаться. Но есть всё равно предел. Емкость рассчитана в советское время, но, к сожалению, в эти годы мы уже имеем сколько отдыхающих, два миллиона, да, уже Иссыкуль, наверное, не справляется. Поэтому мы же не можем ограничить, но хотя бы соблюдать элементарные нормы, чтобы приезжие собирали, сортировали мусор, чтобы вывозили от собой, чтобы не всё оставляли на берегу». Первый шаг к сохранению экологии – это избавление от массового и бездумного использования пластиковых и полиэтиленовых изделий. О том, что будет осуществляться поэтапный переход к экологически чистым бумажным изделиям, сообщил Бахат Торубаев. Профильный комитет Доркукинеша уже одобрил проект закона об ограничении оборота пакетов из полимерной плёнки на территории Кыргызской республики. В рамках реализации указа президента готовится проект постановления Кабинета министров и другие нормативные правовые акты. С момента их вступления в законную силу будет определён период поэтапных ограничительных мер по использованию полиэтиленовой продукции. В Иссык-Кульской области уже начали разъяснительную работу среди населения о скором запрете пластиковых пакетов. Об этом рассказали в территориальном управлении Министерства природных ресурсов, экологии и технодзора. Необходимость перейти на быстро разлагающиеся бумажные пакеты назрела давно, отметили специалисты. Пластиковые пакеты могут не разлагаться по 300 и более лет. Они приносят вред, находясь и на суше, и в озере, и его биосфере. На территории Иссык-Куля есть места для мусора, но не все они соответствуют условиям. Во многих таких местах мусор просто сдувает ветром. В основном загрязняют наши граждане. Нужно срочно найти альтернативу пакетам. К примеру, тканевые или сетчатые сумки. Отметим, что запрет на использование и реализацию пакетов из полимерной пленки на территории курортной зоны Иссык-Кульской области вступает в силу с 21 июня. Сымых Мусаев, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Бишкет.